Добрый день, уважаемые коллеги! По-моему, после дефолта 1998 года мы в такой сложной обстановке впервые встречаем очередную сессию. Если мы не поймем, что нам объявлена война на геополитическое уничтожение и не примем срочные экстренные меры, которые должны начинаться с кача нового курса бюджета и формирования сильной профессиональной управленческой команды, то нас ждут большие потрясения. Хочу еще раз напомнить, что американцы приняли закон, который никакой президент не отменит и который будет действовать минимум 30 лет. Поправка Джексона-Веника работала 38 лет, уже страны не было, она продолжала запрещать нам продавать высокие технологии. Здесь направлен удар прежде всего против сырьевого сектора и финансов. Напомню, за первые полугодия мы получили 7,7% за счет продолжности сырья и всего 6% в машиностроительный комплекс. Причем зависимость только усиливается. Если вам объявляют войну, вы обязаны максимально отмобилизовать ресурсы, сформировать соответствующую идеологию, все сделать для того, чтобы освоить новые технологии. И была качественная наука и очень грамотные, патриотически настроенные молодое поколение. Давайте честно посмотрим, что мы имеем на сегодня, прежде чем будем обсуждать пакет законов. Общество раскол достиг немоверного размера. Нищие или около нищеты 55%. 28 олигархов за последние полгода увеличили свой доход на 17 миллиардов долларов. Что касается граждан, 9 из 10 продолжали нищать. Абсолютное большинство граждан недовольны своим положением. На этом фоне развивается пятая колонна. Это видно и даже по прошедшим выборам. А суть той политики внутренней, которую они сформулировали и дали поручение всем своим спецслужбам. Ближайшие 180 дней обшарить все банки в мире они смогут. И посмотреть, куда делись 61 триллион рублей, которые умокнули из России в офшоры. Уверяю вас, 180 дней это как раз канун президентских выборов. Экономика президент сформулировал в своем послании выйти на мировые темпы. В этом году будет 3,5%. У нас все топчется вокруг полутора. Скорее за счет приписок обрабатывающей промышленность продолжает проседать. Если взять в целом теневая экономика составляет 39% и нецелевые расходы по докладу счетной палаты составили триллион рублей. Вернули только 1%. Если взять социальную сферу, все знают, если вам объявили войну, вкладывайте в человека, в готовность его. Надо минимум 20% вкладывать. Из 100 расходной части рублей текущие платежи и следующие 3 рубля на здравоохранение, 3,20 на науку и 3,60 на образование. Надо как минимум удваивать. А мы никак не примем закон о детском молоке для того, чтобы поддержать детей, чтобы они росли в школе у нас здоровые и крепкие. Селом, повторяю, все знают, что надо вкладывать 10%, чтобы обеспечить продовольственную независимость. У нас более полутора не было. Сейчас все орут, хлеба много. Заходите в любой магазин, ни одна буханка ни на копейку не подешевела. Продовольственный паек продолжает дорожать. Вырос за один месяц на 7%. Если в целом посмотреть сети торговые, вы там советскую власть упрекали, там запасы были минимум на 2-3 месяца, а по многим ресурсам на пару лет. Сегодня иностранные сети вам организуют голод за две недели. 90% сетей, которые располагает Москва, являются иностранными. Если посмотреть на качество продовольствия, впервые в истории появилась колбаса без мяса, молокопродукты без молока и мед без нектара. Каждая вторая пачка фальшивая. Регионы, соотношение финансов 66 на 34, хотя по нашему бюджетному кодексу должно быть пополам. В результате всего осталось 6 доноров, 16 регионов, полные дефолтники, а остальные не знают, что делать, залезли в долги. Более 3 триллионов долги регионов и долги растут, как снежный ком. Гордились демократией до последнего дня. Посчитали по первому полугодию. Умерших на 120 тысяч больше, чем родившихся. В каждом третьем регионе, особенно там, где проживают русский государственно образующий народ, смертность в полтора раза превышает рождаемость. Бюджет тощий и дохлый. 13,5 триллионов. Я взял и посмотрел, как он расходуется. Отдать дорное, счетной палате и Голиковой. Они честно нам представляют документы и материалы. И вам признаюсь, я просто ахнул. Тойщий и дохлый бюджет толком не выполняется. Берут целевые программы, целевые главные расходы в соответствии с президентскими программами. Бюджет выполнен на 50%, а у программы президентские. На одну треть. Надо ему завести еще одну зеленую тетрадку и не тянуть месяцами, а в течение одной недели проанализировать, дать поручения и через месяц спросить или открутить голову тех, кто не работает толком, тем более с бюджетом. Поддержка экспорта, статья, экспорта нашей промышленности. Это главная статья. 1% из расходов из того, что выделяли. Цифровое образование, 3 конференции, бесконечные пресс-конференции и так далее. Ну, думаю, тут сейчас отвалят. Посмотрел целевая президентская программа, ноль. Не начинали даже выполнять. Развитие. Развитие начинается с 22 триллионов. Мы под эту программу готовили всю предвыборную кампанию. Надеялись, встретимся, обсудим, посидим на экранах. 100 раз про Украину, 200 раз про Трампа и 150 раз про Сирию. Внутренние проблемы остались просто за бортом. Если на общую картинку посмотреть, так не воюют. Там бесконечные сериалы, в том числе антисоветские, как правило, русофобские. Улицы разбитых фонарей, бандитский Петербург. Но на чем воспитывать? Как отмобилизовать это войско для того, чтобы оно выдерло жуткий удар, который наносится по стране? Если взять настроение в столице, посмотрите, кто отвоевал центральный округ в Москве. Те, кто говорят, Крым не наш, Донбасс надо сдавать, поднимать руки и сдаваться. Я не готов к этому и не согласен категорически. Но почему не устроили полноценное обсуждение программ, когда они были представлены? Мы весь пакет законов представили. Мы настаиваем на немедленном рассмотрении закона о детях войны. Нам просто стыдно им глаза смотреть. Немедленное принятие закона о народном образовании доступно для всех. Оно готово и можем решать. О том же школьном молоке, о поддержке агропромышленного комплекса, о народных предприятиях. Все готово. Ничего вы не сделаете. Ничего. Если не пересмотрите финансово-экономическую политику. Нельзя на 13,5 триллионов что-то обновлять. У вас, посмотрите, в нефтегазовой промышленности износ фондов превысил 55%. Треть надо списывать. Поэтому в сектору наносят жуткий удар американской военщины и их нефтегазовой компании. Поэтому надо принимать меры. Я считаю, они вполне вызрели. Мы продолжаем дань платить. Откройте. Посмотрите, сколько мы сырья продаем в год. На 20 триллионов. Три года подряд. В вашем бюджете, за который вы голосовали, больше восьми ни разу не было. Еще раз напоминаю, когда было Ордынское иго, мы платили десятину со двора. Здесь берут более 50%. Кому это нужно? 200 миллиардеров захватили богатство на 460 миллиардов долларов. На чем они подавятся? Все равно они там, если даже убегут, никуда они эти деньги не денут. А берут их, их детки не будут сидеть в местном парламенте, будут сидеть на галерке под полицейским присмотром. Неужели за 20 лет не научились? Раз вы приняли вернуть из офшоров, проявите волю и характер, а вся страна в этом отношении поддержит. Ну и надо помочь тем, кому очень плохо. Детям войны, детям Артека, детям Донбасса. Прекрасно Никонов недавно говорил о русском мире. Но русский мир это 22 миллиона на русском языке, на Украине. Они сейчас приняли учебный план американский. Даже в Венгрии вздыбилось, американцы, цареушники сидят и аплодируют. Давайте откроем двери для населения русскоязычного, русскоговорящего и русского населения. Мы получим 15 миллионов человек, профессиональных, грамотных, сильных, мощных. Мы решим проблему. У нас выбытие населения в ближайшие 20 лет 10 миллионов. Мы можем это все решить. Но надо вместе достойно встретить 100-летие Великого Октября. Весь мир приедет. Перестаньте заниматься антисоветчиной русофобией. Тогда, по крайней мере, хоть какое-то единство будет в обществе. А так успехов в новом сезоне.